Всем привет на моем небольшом канале. Для тех, кто видит меня впервые, меня зовут Яна. И сейчас я проживаю в России, в Санкт-Петербурге, со своим супругом из Индии Халидом и маленькой дочкой Эмилией. Сегодня потрясающий день, ко мне приезжает моя подруга, и у нас будет куча тел, и я вам сейчас все покажу. Друзья, вообще даже не успела ничего сказать. В общем, мы уже бежим, Оксана нас ждет. Я утеплилась, Аминюшка, вон, утеплилась, сидит в коляске, потому что нас не будет сегодня дома целый день. В общем, ну, конечно же, вы с нами, поэтому я вам все-все-все расскажу и покажу. В Питере уже холодает, я вам рассказывала, но, тем не менее, потрясающая погода. Я такую погоду люблю. Это год вообще какой-то особенный, полон любви и радости о том, что я живу в Санкт-Петербурге, о том, что мы тут живем. Вот такой замечательный джентльмен нас встретил сегодня с Аминюшей, помог спуститься. Хотя я сказала, что я справлюсь сама, потому что я была сегодня не одна. Но, тем не менее, он настоял о том, что он нам поможет. Оксана нас уже встретила, и мы едем. До свидания. Как говорит Халит. Ну, на самом деле, конечно же, это не свидание. Хотя, кто его знает. Да, я достиняю, да, я достиняю. Однозначно девичник. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какое место вы бы хотели, чтобы мы посетили, пока мы еще не уехали из Санкт-Петербурга. А это, кстати, университет, в котором училась Оксана. Совершенно не скучаем по учебе. Я, кстати, училась в Инжиконе, а Оксана вот в этом. И никак не хочется туда возвращаться. Пока идем к назначенному месту, наслаждаемся этой красотой. Обожаю Санкт-Петербург за то, что здесь можно купить книги просто на каждом шагу. И сейчас вот мы заходим в такой чудесный, уютный дворик. В котором разместили вот такие фотокарточки старинные. Ну, а также находится чудесный магазин. Магазин старых книг. Тут очень много книг именно старинных. Новые тоже есть, но в меньшей степени. И нет, здесь не дешево. Хотя вот журнал за 1912 год стоил всего 1000 рублей. А вот эта книга дорогая, больше пяти. Я, кстати, все чаще стала задумываться о том, что надо, наверное, все-таки перебираться в центр. Я очень люблю центр Петербурга и стала думать о том, что я хочу здесь жить. Хотя раньше центр мне совершенно не нравился. Мне он никогда не нравился именно из-за неудобства. Магазины, таких как, например, гипермаркет такие, либо еще что-то здесь практически нет. Нужно кто-то выбираться. Но, мне кажется, это такая мелочь. Хотя, конечно же, пока мы здесь не живем, поэтому, возможно, это кажется мелочью именно сейчас. А, ну еще, конечно же, огромный плюс. Здесь всегда убирают снег. На наших озерках мы там, вот, например, утопаем. И вот, сегодня мы на месте. В общем, мы сегодня добрались с девчонками. Пойдем, решили позавтракать. Оксана нас пригласила сегодня в этот ресторан. Она там не была. Я уже, помните, была по работе. В общем, сегодня мы едем там, только сюда, с таким потрясающим видом. Показала, как могла. Не терпится, да, уже? Жи. Как хорошо, что у меня есть подруга. Мы приехали немножко пораньше. В общем, нас попросили подождать. Если получится, мы даже сегодня сходим туда, в Сакиевский собор. И я вам покажу, как там все изнутри. Там безумно красиво. В общем, я вам покажу. И вы сами все увидите. Мы же внутри. Здесь оформлено все в таком чудесном французском стиле. Я обожаю вот этот уголочек фотокарточек. Да, в принципе, все в этом ресторане мне нравится. Он очень стильный и очень популярный. Пока мы стояли и ждали брони, здесь зашло, наверное, человек 10 за это время. И каждый хотел попасть. И, к сожалению, никого не пускали. И лишь записывали их имена в лист ожидания. Почему я люблю такие места? Во-первых, посмотрите, Амилюшке выдали наклейки. Нам всем дали листики порисовать. Что Амилией, что нам с Оксаной. Чтобы мы не скучали, пока ждем заказ. Кстати, немножко оставляю вам тут цены, чтобы вы посмотрели и ознакомились. Здесь недорого, но и недешево совершенно. Зато какой чудесный вид. А Амилюшке сразу же принесли воды. Ну и очень быстро нам принесли напитки. Мы, получается, уже сели наконец-то. Вот так рассказываем, как будто мы попали в какое-то необычное место. Ну, на самом деле, да, потому что место действительно красивое. И оно очень популярное. И здесь, конечно, очень уютно. Амилюшке вон уже принесли. Раскраски все-все-все принесли. Мы уже заказали. Оказывается, завтраки уже закончились. Но он нам приготовит специально для нас. Потому что немножко столько задержали. В общем, посмотрите, какие красивые латы. В общем, как дикие приехали, откуда-то непонятно. Радуемся здесь, потому что у нас красивые латы подают. А Амилюшке заказали вот такие чудесные сырники. На удивление, она стала их любить и с удовольствием даже их ест. Себе я заказала вот такую, наверное, армянскую яичницу. А Оксана тебе взяла бол с рыбкой. И едой остались все очень довольны. Ну, а также Оксана взяла вот такой чудесный красивый тортик. Ну и куда же мы без мороженого? А это, кстати, комплименты Амилюшке от ресторана. Опять же, почему хочу жить в центре? Вы только посмотрите на эту красоту. Это все мы будем видеть, когда будем жить в центре. У Амилюшки с Оксаной какая-то потрясающая просто любовь. Амилюша с нетерпением ждет встречи с Оксаной каждую неделю. Поснимала вам такие чудесные важные детали этого ресторана нашего дня, моих девочек. Вы только посмотрите, как атмосферно. У нас было еще дополнительно куча дел, поэтому, к сожалению, мы были вынуждены выдвигаться к метро. А на следующий день я приехала на Горьковскую насладиться вот такой вот чудесной красотой. Кстати, посмотрите, моя мамочка сняла для нас видео. Она была в центре осенью, когда все было такое еще потрясающих оттенков, красок. И выслала, чтобы мы с вами посмотрели, как это здорово. Ну, а я сюда приехала совсем банально. Вы уже знаете, что я работаю в стоматологической клинике. Но сегодня я пришла сюда как пациент. У меня реально разболелся зуб, и я приехала сюда. Не скажу, что это реклама, потому что, конечно же, мне никто за нее не платит. Но я действительно очень люблю эту клинику, особенно врачей. Здесь просто потрясающие доктора. И мой любимый доктор как раз-таки сейчас меня лечит. Я и доверяю на все сто. Гляньте, как я тут комфортненько устроилась. Тут мне тут все что-то делают, сверлят, сушат. В общем, круто. Никаких показаний для лечения у нас нет. Можно было бы закончить и одним посещением. Но мы хотим, чтобы Яна пришла к нам еще раз. И мы доснимали еще вторую часть нашего видео. И вообще мы сегодня устали. И в принципе хотим отдыхать. Вот такое чудесное поднимающее настроение лечение у меня было. А после этого я решила сходить в кофейню и бахнуть кофейку. Я нашла такую необычную кофейню. Посмотрите. Там так атмосферно и так прекрасно. Я не стала заказывать десерты. Мне почему-то не очень понравились. Но а так в целом выпить чашечку кофе, просто посидеть спокойненько в одиночестве и в абсолютной тишине, это здорово. Я, кстати, совсем недавно только стала таким оценителем кофеи. Стала любить прогуливаться по Санкт-Петербургу, заходить в такие чудесные уголочки, наслаждаться одиночеством, вечером, чашечкой кофе. И посмотрите, как красиво. Мои товарищи на ночь решили почитать. Вы помните эту книгу, я ее покупала Милюшке в Индии. Это было про праздник Холи. Ну вот и все, друзья. Милюшку уже уложили. Она спит, Халитова заканчивает работу и тоже будет ложиться. А я пойду почитаю и отдыхать. Всем огромное спасибо за просмотр. Я надеюсь, что вам понравилось наше сегодняшнее маленькое видео. Ставьте лайки, если да. Не забывайте, пожалуйста, подписываться. И, конечно же, до новых встреч. До свидания. Пока-пока.